Отвратительно! Ужасно просто! Здравствуйте, дорогие друзья, гости нашего канала и наши подписчики! Посмотрите внимательно, как все-таки красиво стало в нашем аквариуме, как он преобразился! Большое спасибо, опять же, тем, кто давал советы, какие рекомендации, какие растения можно приобрести! Большое всем спасибо за участие, за комментарии, за лайки, за поддержку! Ну а в сегодняшнем видео я немножко расскажу о новых рыбках, малинезии. Я не знаю почему, рассказывать-то, в общем-то, и нечего о них, да? Но они вот недельку тоже, они у нас, и почему-то они постоянно прячутся. То ли они не привыкли, не адаптировались к аквариуму, то ли у них стресс вот такой вот, не знаю. Ну, кушать они выплывают, кушают, понемножечку они кушают. Так, наши лягушечки, наши лягушечки чувствуют себя очень хорошо, они кушают. Я уже в предыдущем видео рассказывала, что мне удалось научиться, как, в общем-то, правильно их кормить. Во, какие гупи! Гупи уже засуетились, уже знают, что скоро их будут кормить. Ах вы, бесстыдники! Вот и лягушечка вон там вот где-то лежит под листиками, видно ее, да, как она двигается. Кстати, я рассказывала или не рассказывала, одно видео я добавляла ВКонтакте, в одну из групп по аквариумистике. И, в общем-то, мне расшифровали пол наших лягушаток. У нас получается одна девочка и один мальчик. То есть, вполне возможно, что наступит такой период, период спаривания, когда они будут петь свои брачные песни. Это, в общем-то, очень будет интересно для меня, как же они будут квакать. Ну, посмотрим. Может быть, даже удастся и снять видео об этом. Ну, в общем-то, в сегодняшнем видео я хочу показать, чем я кормлю не только лягушаток, но и рыбок всех. Смотрите видео дальше. Пинцетики. Кстати, эти пинцеты очень удобные, большие. Да, их удобно в руке держать. И ими удобно кормить лягушаток, и не только. Ну, вот, вот эти вот червячки. Получается, мы их купили в пятницу. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть дней назад я их храню в холодильнике. Вчера первый раз я обрезала верхушечку, обрезала пакетик. Я думала, почему-то они в холодильнике замерзли и умерли. А оказывается, нет. Они все живые. Так, сейчас видно. Да, видно, как они двигаются. Фу, боже мой. Саша, ты взял бы их руками? Да, я не боюсь червей. Червей, Саша, червей. Червей. Да, червь, червей, я не боюсь. Ну, вот, я боюсь. Так, ладно. Они, правда, живут под водой и не на суше? Подожди, если я сейчас их так положу, пускай пока мест в стаканчике постоят. Значит, я уже показывала. Этим кормом мы кормим анцитруса, сомика, да. Тут так и написано, что для анцитруса это как вегетарианские таблетки, да, с цукини. Им надо это есть. Да, они вкусные. Ну, а получается, что в сомик анцитрус, он находит эти таблеточки, а наглые креветки, амана, они вырывают, ну, вот прям вырывают изо рта, вырывают и убегают с этой таблеткой. Наглые. Да, с этой таблеткой. Ну, они не наглые. В природе так сильнейший или побеждает, сильнейший или получает еду. В общем-то, получаются большие преимущества. А вот маленькие гранулы, это для креветок амана. Тоже они как-то по запаху мы бросаем в аквариум, и они по запаху находят эту еду. Это обычный сухой корм для рыбок. Немножечко просыпалось. Обратно положим. Когда появились у нас лягушатки, я стала всех и рыбок, и лягушечек кормить замороженным кормом. Вот получается кубик, один кубик. А продавался он вот в такой упаковочке, в коробочке. Тут их несколько, много. И получается одного кубика хватало, вот это вот я не использовала, вот этот корм, да. Одного кубика хватало на один день. И лягушкам, и креветки амана подбирали, и нашим гуппи. Конечно, запах ужасный, запах неприятный. Мне очень не понравился этот запах. Ну, а что делать? Они нравятся, им нравятся, значит, надо кормить. И вот каким пинцетом. Ну, пинцет, конечно, это такой косметический, он очень неудобный, он очень маленький. Этот пинцет намного лучше, он практичней, мне он нравится больше. Так, ну что, буду показывать, как я кормлю вот этими ужасными страшными червяками наших лягушечек. Отвратительно! Вчера первый раз я кормила. Ужасно отвратительно. Вот я пинцетом их беру, они ужасно извиваются. Кошмар! Ну, конечно, первыми приплывают гуппи. И вот я ей прям в ротик туда и даю этот корм. Они так извиваются. Фу, ужас, ужас. Вот, кушает. Прям под ротик я подношу лягушечки, и она выхватывает, и она кушает. А то, что вывалилось еще из пинцетика, да, доедает гуппи. Немножечко. Сейчас немножечко нужно подождать, пока она проглотит лягушечка, и она вернется обратно на свое место, и обратно будет кушать. Вот где вторая? Должна вторая сейчас выплыть. Так вот еще я делаю, я стучу. Если лягушечки не наверху, то они по этому стуку, они уже приплываются, да, вдвоем и кушают. Очень удобно, такой длинный. И можно прям внутрь, далеко-далеко, не касаясь руками, ничем. Я боюсь, что они попадают на стол, и придется их как-то собирать. Где? Так, вот она. Вот она лягушечка. Скорее всего, она еще в ротике что-то держит, поэтому она не берет. Да-да-да, она кушает, кушает. Надо подождать немножечко. Давай, кушай, приятного аппетита. Вот она кушает. На, кушай. Так, ну а где второй? Ну, а ты маленький проснулся. Это мальчик. Сейчас тоже наверх поднимется и будет кушать. Отвратительное это мероприятие. С живыми червяками. Кормить лягушечек. Отвратительно. Ужасно просто. Ужасно. Ну вот, и рыбки кушают, и лягушечка кушает. Она 100% вон в ротике она у нее. Хорошо они кушают. И животик у нее хорошенький, полненький. Вот у нее то появляется червячок из ротика, то опять она его заглатывает. Все. Этот пинцет мне нравится. Этот корм лягушаткам тоже очень понравился. Молодцы. Они его кушают. Животики себе наедают. Несколько гранулок я брошу нашим креветочкам. Амана пускай кушает. Немножечко совсем я брошу сухого корма для гопи и для малинезии. Так как они немножечко уже червячков поели. Ну все. На этом все. Я думаю вы увидели, вы смогли увидеть и смогли рассмотреть как кушают наши лягушечки. Ух ты, какая красавица. Вон она в зарослях. Видишь в растении спряталась. Сань, ты видишь? Да. И лягушкам раздолье прятаться в этих растениях. Все, дорогие друзья. Большое вам спасибо за внимание. Заранее спасибо за ваши лайки, которые вы поставите. И заранее спасибо, огромное спасибо тому, кто досмотрел это видео до конца. Понравилось? Ставь лайк. Все, всем пока и до новых встреч на новых видео. Пока-пока. Не знаю, Златку как-то не очень прельщают рыбки движущиеся. Ей больше нравится комарик или мошка, которая полетела. Ну вот она к аквариуму подходит, понюхала рыбки там. И она даже лапку не засунула. Златка, тебе неинтересны рыбки, да? Неинтересны. Интересно, а если червячка тебе дать? Ты будешь баловаться с ним или скушает она еще, да, червячка? Она его скушает. Она может его скушать, да? Потому что она один раз шоколадничку скушала. Боже, страсти какие. Правда, что ли? Боже мой! Златка, ты это сделала? Ты это сделала? Златка в активных поисках. Ну нету у нас мушек, Златусик, нету. Нету. Сейчас не лето, нету у нас мушек никаких. Да. Моя умничка. Все. Закрываем. 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 Закрываем.